все пошла жара что продолжаем тут движ-миш вот стелла елец там переезд тридцать одну минуту просто отстояли был закрыт вообще на глушняк чашу то тронулись как-то так чем покушал я постоял 50 минут час почти так что все нормально подкрепились туда-сюда ну и спросил здесь еще раз в рацию и сказали короче есть напрямую через тамбов туда прямо через кирсановская дорожка хорошая все проблем не спасибо как-то вот так поедем но еще подъеду там может тамбову поспрашиваю там но сказал человек да не едет и чё там дорога огонь вообще без проблем иру стоянки заправки есть там да есть там и роснефти горит и это самое и стоянки из так что можно ехать в общем пока едем где-то впереди шел снег сказали от ельца до липецка он идут тоже он идет залеплены magnum вот сейчас посмотрим все 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 белые 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 хрен его знает вообще залеплена все еще даже не оттаяло так что будем ехать и посмотрим позвонил я заказчику там тоже все нормально в понедельник в ряд но человек вообще был 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 ни слова ни буквы прочти я не понял еле-еле что-то там я разобрал что человек сказал как бы выходные а почему бы и нет имеет право отдохнуть правильно ой блять это переезды охренеть но они практически все таки в россии очень их не могут я так понимаю на ремонт закрыть по причине того что движение постоянно большое поэтому как-никак а у куда-то мальцы едут туда все контейнеры числа на поехали далее поверните на право ну вот ушел я на липец после екатериновки это где м4 тонна и вот такая погодка началась веселая сыпет едем 60 до липец кого к до 27 километров ну тут конечно есть мальцы которые отчаянные на обгон и на перегон но и блядь уже спать пора мы еще не доработали пол шестого а так очень аж и ночь на дворе нам еще до места 800 километров ё-моё еще сильно надо поработать иначе завтра будет очень тяжело как то так вот такая ночью погода когда начинается то конечно не айс вообще не айс честно глянул прогноз типа в шесть часов вечера снег должен закончиться но мы-то едем дальше и куда он идет или откуда он идет от снега хер его знает будем тянуться пока что делать сплошной поток навстречу идет сплошной поток туда куда все люди едут я хрен его знаю выходной день но все куда-то едут но погодка просто бомбезная просто вот эти вот тоже фары мои их не я не знаю там но тут вообще люди я не знаю что они вставляют в эти фары но бывает временами я вообще ничего не вижу говорю честно как есть без лишних слов так что как-то вот так то там вообще ехать не хочет еле-еле ну ладно поехали пока что делать конечно таким темпом будем долго ехать это какой-то писец а вот я думаю чем не фары ни хрена не светят квадратом каким-то а их тут просто он залепила для вообще просто погода просто капец дороги нет вообще направление не могу никогда там бога доехал скользко лед еду 6070 вот как трохи фуры пройдут хотя бы черную полосу рисуют эту так вообще ничего не видно блядь смотрите что тут творится убрать эти херовины это уже дворники врезаются ладно пописать и ехать дальше бля ну это капец конечно просто а там сказали в тамбове где-то дождь идет а тут вам вообще ехать невозможно ладно как грится оправиться покурить и ехать дальше что друзья мои я в тамбове заверуха не кончается в общем ни хрена не кончается я вам себе уже с обоечку разложил колбаска огурчик лежит я так думаю мороз обещает минус 2 надо на дворники откинуть как вы мыслите их надо тут отбить наверное оставить на ночь уже я их и не отзару вот это вот там еще можно слезть поскидывать вот эту всю шляпу отсюда это короче на объездной стояночка спасибо другу моему малознакомому позвонили я еду не могу нигде не винтом вообще от липецка до тамбова вообще ни одной стоянки нигде нету просто нет он здесь есть на объездной горит когда-то тоже ехал по колено это поднять дворники пускай лучше так стоят как подождите пускай лучше постоит так гублин утром околеет все будет жопа мы будем долго греть потом пошел и короче ужинать перекусим чуть-чуть для насыпет просто как за перекусим что-нибудь и будем отдыхать кайфовать давайте всем до утра пацаны ночуют стоят 164 регион не помню кто это давайте до завтра доброе утро друзья время почти 8 увидите что там вася все блин а это самое на мило пацаны он шик-шик уехали с утра сколько тут стояло трое раз два три места да ну чмак чмак все траки стояли блин замело так немножко тут и мороз минус 4 показывает так что французские утра продолжается сейчас допиваем кофе заводим прогреваемся солярку качнул вчера прикол ну как прикол это уже вот башка совсем плохая качался в обед солярку пробка тут шланг там в баке я так и поехал еще на переезде только под ельцом я вышел когда-то смотрю меня шланг на земле висит и пробки нет чуть-чуть обомлел потом вспоминаю что пробка то в кабине лежит вообще капец короче проблемы с этим вот аппаратом не такой ощущение что здесь как будто вот светает раньше нет ну то есть и вчера в брянске тут 8 утра вообще ничего не видно было тут как-то вот видновато тоже быстренько допиваем кофе и надо ехать пока пока видно хоть трохи что и что там дорогу интересно хоть прочистили или нет в общем сейчас запиваем кофе чистим все это снег прогреваемся и быстренько выскакиваем что выезжаем потихоньку посмотрим на дорогах минус 4 тут туман блин что понятно вообще нихрена мне показывает 650 километров до . но это если ехать с другой стороны саратова обижать мне сказали надо сюда и по верху ехать а вы хотите по низу я ничего не понял поедем по верху через балаково как она там правильно поверните на право а это меня сейчас ведет почему-то через город вот тут как-то ближе наверное если вчера друг мне не позвонил я по ту стоянку здесь и проехал а где там дальше бы я стал я не знаю дорожка веселая дорожка сразу видно ничего не изменилось со вчерашнего дня лед он видите и подметает его хорошенько потихонечку проедем прогреем машину даже сейчас у пожалуйста лед на дороге опасно так ехать лететь опасно против он даже что-то видите посыпали и изгоняли видно потому что вчера было просто как это сказать снега тут очень много вчера ехал ночью пробивал воду можно сказать а сегодня вот чуть-чуть разогнали но соль не действует или слишком жиденько сыпят и хрен его знает а вот заправочка понятно через 500 метров держитесь к в жопу я не поеду через там только что звонил кстати опять там человек который принимать будет опять спрашивала что я везу блин смотри он звонит опять думаю блин что такое а что вы везете ладно ладно скажем еще раз что видео чтоб объездное налево туда вчера я кто-то с вас пацаны там тоже написали через вот эту блин я забыл как называется город через него в общем кто-то ехал тоже здесь вот сказали дорожку сделали нормальная так что поедем сюда и короче не хило так не хило короче что поедем мальцы сказали ситофор коротковат 20 секунд всего вчера тоже ехал здесь гаду снимать снимать я не снимал потому что ну как бы я все понятное километра опере перепроложила пацаны питерские поля ну так дубасили с контейнерами просто я ехал страшно страшно они так дубасили просто капец валили по песу просто я так глянул и чудо или у меня еще адаптация зимняя не пришла но я чё-то так очку и уехать слышите как будет я не знаю вам слышно или нет но вот он стоит это вот эти вот или дышки которая у меня вот машину просто я еду а елочка мутает по этим ледышкам она плавает я вот поэтому машина вообще гуляет по дороге просто я поэтому очку и уехать так даже фура покажет начинает идти лучше чуть-чуть снежок вода чем потому что по чистому этому ехать невозможно но в общем как-то вот так но и тут вот такие вот есть сюрпризы вот типа вот вот таких вот особенно когда ты едешь в потемках там вчера мы ехали тоже такой мост был рассажен и просто блядь там чувак короче на этой самой на легковой там масс я за ним ехал там чуть пообъезжали там в пояс были ямы здарова не вот погодные условия в этом рейсе прям тишловато я бы сказал вот они песком засыпали солью да но дали на лед это не раздолбало так вчера его прикатали хорошо сейчас минус 4 показывает в интернете поэтому хрен его знает бля просто машина еду вот она просто не знаю как рассказать гуляет туда так что как-то вот так ладно друзья что потихонечку буду двигаться еще 600 с хвостом километров день работы полноценный будем потихонечку педалировать ну поехали ну поехали ну выезжая с объездной я так понимаю сейчас где-то здесь налево ну и нам все время прямо на рассказывал туда и поехали на кирсанов блин блин ну я буду надеяться что здесь дорожка будет получше тут вообще ехать невозможно лед но здесь ее просто машины идет поток поэтому я думаю что здесь она будет чуть получше грузовик грузовик ух тьма и шпите железнодорожный переезд вот и есть вы видите но хрен его знает главное чтобы где-нибудь за асфальт цепляться теплый тяжелые погодные условия одним словом тяжелый Подскажите, как лучше на Липецк, уйти на Ашанск или на Тамбов прямо за магазин, супермаркет. Тамбов прямо, я не могу понять одного, а что через Тамбов можно ехать было по прямой, потому что по объездной практически машин нет. А фуру сюда прямо, я вообще стоял на стафоре, тьма заходила по прямой, неужели все через Тамбов? Хрен его знает. Потому что тут вон какой поток машин, тут она объездной никого. Но она там крупно нормальный имеет такое, лишнее. Возможно, что все идут всюду и туда. Ладно, поехали. Позори, что за дорога. Правда ли нам сказали, что здесь более-менее нормальная дорога? Ох, где тут населенная, это вот населенная, знак заметенный стоит справа, да? Впереди камера на 40. А, на 40 даже. А, что-то 40. Вообще-то, это она непонятная. Ага. А вот и знак 40, заметенный. Фрукты, продукты. Что, поехали? Выбора-то нет. Надо ехать. Ну, тут сейчас на переезде стоял. Вернее, переезжали. Толкали свою. Чувак сказал, да, Кирсаново, сплошной лед. Бля, так он везде такой. Эти вон едут с ковшами. Вот они протягивают, а сыпать не сыпят. Почему, непонятно. Кузова полные. Все это, ну... Блин, берите, посыпайте, что ли, я не знаю, там. Какого рожна вам? Песка нету или что, блядь? Вообще, нихрена непонятно, как это все делается. Через Жорика. Ну, все, вон люди едут потихоньку, не спеша. Дорога, конечно, просто трындец, одним словом. Блядь, такими темпами мы, если будем ехать 50, это нам до завтрашнего дня пилить. Ну, реально, лед халимый, это все. Стянуть, стянули верхний слой. А посыпать не посыпали. Там вот я въехал в эту деревню, я не знаю, как она называется там. Или это за Тамбовом. Я вспомнил, я там ночевал, увидел Лукоил. Я же там ночевал, я сюда возил в прошлом году зимой. Когда помните, Випаста отказывала в Тамбовскую область. Куда-то в этот Кирсанов или куда там. Не помню, тоже ездил. Или в сам Тамбов где-то здесь вот. Ну, в общем, как-то вон машинки едут. Видно на свет фарм, как блестит все, да. Просто вот. А вот дружище какой-то там, он впереди на Жигалете едет 50 и все. Можно было хотя бы 60-65 ехать. Так, конечно, да. Будем смакаться. Блин, ну не знаю, что тут насчет дорожки нормальной, которые тут все говорили. Блин, ну тут такие ямы есть, просто капец. Просто капец. Лед Галибы. Мы тут едем не спеша, а там Человечек только что тут всех, например, седьмой регион обгонял-то, а? Что страшно смотреть. Вон ямы какие, ё-моё. Это просто капец. Ау, какая, блядь. Это, блядь. Тут ночью в неё попадёшь. И всё. Охереешь полностью вообще. Ещё этот лёд, 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 лёда. Сейчас там ремонтники, дорожники ремонтировали дорогу. Короче, и останавливали, тормозили перед ними там. Ну и этот, который летел, тормозил, прицеп вот так складывало всё это. Как бы не боится ничего. Профессионализм. Короче, 10 километров до Кирсанова. Я так понимаю, этот весь поток уйдёт на Пензу. Я так предполагаю. А я пойду сюда правее. И вот думаю, что там дорожка будет ещё похоже. Причём, её немножко присыпали, конечно, здесь туда-сюда. Но лёд на такой прикатанный, что, конечно, тут до вечера будут мальцы колёсами раскатывать его. Едем, едем не спеша вообще. В общем, одним словом, дорожка очень весёлая. Весь организм в напряжении. Блядь. Ни хера мы знаем. Напряжненькая дорога, напряжненькая. Он так относительно не спеша все едут, честно говоря. Только один вот этот, он тут насаживает, конечно. Мамма моя. Просто капец. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Главное, чтобы хуже не было чему-то. Ну, конечно, дорога тут вот, бля, местами просто ушатанная. Просто ушатанная. Вот, друзья, все налево, а мы направо. Даже главное туда. Съезд, поверните, что у нас ждёт. Там пацаны на пензу пошли. Очень-очень. Почему-то умёд, судой показывает. Нужно ли мы через умёд поедем? Что-то я не помню такого. Ага, ага, ага. Это другой умёд. Это другой умёд. Это не тот. Их тут несколько, я понял. Ой, блин. Как же, блин. Ну, тяжеловато, конечно. Боже, как это в зиму в такую вкатиться. Ну, и делаю вывод. В Россию ехать без зимней резины, блин, сложновато. Надо, чтобы нормальная зима стояла. Иначе, блин, по таким дорогам потом тяжеловато будет. Через один километр 500 метров. Там всё чёрное впереди. Я не знаю. Только ощущение, что там где-то снег будет идти. Тут небо светлое, а там всё чёрное. Хрен его знает. Вот такие вот дела. Ещё какой-то спуск 6%. Хилый, ёкарный, бабай. Но дежурят КДМки, стоят, где большие спуски, подъёмы. Стоят машины, как бы там, и просыпано более-менее. Вот я думаю, что здесь просыпано более-менее. А дальше дорога будет не очень просыпана. Ну, это как бы моё мнение. Ой, нам где-то внизу ещё налево надо повернуть. Где-то, где-то, где-то надо. Ладно, и ты что, поехали. Блин, такие дороги, блин, такое ощущение, что вот знакомая дорога. Я думал, если тут справа заправка будет, то я тут где-то ехал, а заправки я не буду. Значит, не то. Значит, не то. А вот и первый указатель Саратов. А вот друг сводит. Ну-ка, сейчас с другом пообщаемся. Так, друзья, ну что я вам хочу рассказать. Дорога здесь, где я уже поехал от Герсанова. Вся была поочищена, просыпана. Ну и вот тут вот такой вот автобан. Блин, боюсь как бы не сглазить всё это дело. Вот. Приблизительно 100... 100, наверное, сколько я? 120 километров проехал. Пока вся вот такая вот машин нет. Редко-редко фуры проходят здесь. Так что... Буду надеяться, что до скада, до саратовского када осталось 150 километров. Вот. Будем надеяться, что так и будет. Ну, хотелось бы... Как бы, и всё. Выходят туда, непонятно. Вот. Но как бы... Только это эмальцы. Ну, есть, конечно, и российские номера. Но вот как бы... Вот ещё машинка едет. Узбекская. Узбекская. Белорусская ни одной не видел. Ни одной. Вот ещё узбекская машина едет. Ну и заключительная едет какая? Бруссо туристов Московская. Московская. Вот так что... Вот как-то так. Ещё едем. Часик едем. И где-нибудь будем становиться. По местному времени здесь на час вперёд. Час 12. А на телефоне уже переключилось. Уже час показывает. В общем, смену выработаем. Станем быстренько перекусим. Потому что... Чтобы световой день не терять. Скажем так. И попрём дальше. Так что как-то вот так. Вот так едем. Сейчас уже, конечно, ехать гораздо приятнее. Едем свои законы в 85. Вот. И как бы... Почему вот днём, да, надо ездить? Потому что, бля, всё видно. Там даже ямы какие-то. Бой, всё. Ночью это просто... Ну, капец. Как бы если вот здесь ехать, то как бы... Да. А если как бы... Как вот Кирсаново мы ехали, то там, конечно, ночью... Плоховатенько будет. Вот. Но места тут вообще... Кстати, связь есть. Не знаю, по какой причине. Потому что населённый пунктов здесь много каких-то вдалеке. Или что, даже интернет нормальный есть. Вот даже фишку вижу. У меня 4G. Как бы полная шкала. Всё нормально. Но заправок типа Роснефти или ещё что-то здесь я не видел. Здесь такие, это, частные. Других нет. Бля, это рация. Там только этот... Шорох стоит какой-то. Рекламу эту. С Читы, Сургута. Откуда-то проходы идут. И всё. И она не заканчивается. В общем, как-то вот так. Вот, пожалуйста, что за правдой. Ну, типа Роснефть похожа на верху значок. Но это же не Роснефть. Это... Что написано? Даже... А... Афа. Фара... Фараон нефть. Фараон нефть. Вот так вот. Ни хрена себе. Ладненько, всё, поехали. Где-нибудь надо будет через часик стать покушать. Быстро-быстро и ехать пока светло-светло. Что, друзья, вот мы и добрались. Саратовская объездная. Скат называется. Вот, ну, стоянка какая здоровучая. Капец. Капец. У них-то кричит, всё, солярку. Солярку куплю. Я тоже куплю. Никто не продаёт. Сейчас попробуем. Правда, Лукойл какое-то одно название. Даже не пойму, что это. Это Лукойл какой-то. Кто говорил, тебе за этой дороги за неделю как-то вылуп, блядь. Никто ничего вроде не продаёт. Шум, реклама, блин, невозможно просто. Вот тут мальцы всё оккупировали. Я думаю, они тут кушать ходят. Типа что-то того. Мне сейчас главное не профукать свой поворот. Вот он меня ведёт 19 километров до кольца. До какого-то. А нам надо раньше. Нам надо вот не до кольца. А вот здесь вот как мост переедем. Уйти налево на R. Какую-то 289 что ли. Легкая. Почему-то он не ведёт туда. Я ставлю точку туда, да. Он, блядь, не ведёт. Ведёт вокруг и всё. Гугл карта ведёт, а это не ведёт. В общем, ладно. Сейчас закину гугл карту, чтобы не про это. В общем, километров 250 нам осталось. Вокруг чуть дольше он показывает. Как-то так. Ну, где-нибудь сейчас выйдем там. Не знаю. Будем искать место, где встать надо покушать. Время 2 часа дня. Как говорится, маковой росинки не было. То, как кефирчик попиваю, я сижу. И всё. Так что поехали. Ладно, буду сейчас заведу вторую карту, чтобы не проехать случайно поворот. Вон, вороны сели. Кайфуют. Ну, кто-нибудь бы соляры продал бы. Было бы вообще неплохо в самом деле. Сейчас будем слушать внимательно. О, смотрите, река Волга. Вот это рыбалка. Вот это просторы. Блин. Ну, давай, блин. Забор мешает. Ну, Коилл, проезжай, говорит, топливо куплю. Говорит, два с половиной часа ору никто не сдаёт. Я говорю, блин. Ну, стоять вместе, орать как-то не комитет. О, гляньте. О, френец. А? Да, свислащи, это просто протока. Блин, а там что-то рыбалят, что ли, вон сидят. Тут вон вода. Вон вода, а вон там он рыбку лует. Вон, какая-то машина стоит. Или это этот. Типа, который сзади вентилятор и лодку толкает. А вон человечек пешком ходит. Вон там. Бля, отсюда, правда, не видать. Ну, это капец, конечно. Экстремальник, да, да. Экстремальник. Нормально. Вот эта ширина. Вот. Всегда впечатляет. Всегда впечатляет. Что мы сейчас ее проедем. И нам через 9 километров уходить налево. Ну, и там останется 200 до этого горного. Гаишников стоит, транспортники стоят. Бляха-муха. А мы с помощником валим. Я эти. Заклинания тут проговариваю, чтобы только не остановили. Типа того. А вон человечек сидит. Вон один. Отважный. А вон трещина или это кто-то не это. Кто-то ехал. Такой след остался. А во ямы, блядь. Ну-ка. Эх ты, блядь, как хорошо. А? Ладно. Сейчас мы где-нибудь там уйдем налево и будем искать пристанище. Для отдыха. Ох ты, блядь. Такие бугры. Охренеть вообще. Чуть-чуть на жопу пригружена машина, поэтому ощущения такие. На свет сзади. Хотя это у меня всего тонна 800. Но как бы все равно. Ладно, поехали. В общем, друзья, доехал, я не знаю, докуда. Город Маркс написано. Он там, основан в 1765 году. На какая-то рост нефть тут. Уже думал, доеду до места потом. Не, голод дело такое, правильно? Сыты-голодному не товарищ. Поели и поехали. Что у нас сегодня на обед? Вчера у нас был с говядиной, с луком. А сегодня будет с курицей. С тушеной курицей. Выбора нет. Есть еще пюре Роллтон такое. Сухомятку жрать неохота, поэтому быстренько ставим чайник кипятка. Быстренько. А, быстренько. Надо газовый баллончик поменять. Опустело все. А где-то у меня тут в кедиках моих лежит. А этот надо положить, чтобы выбросить. Полный шлеп. И все. Блядь, солерка закончилась в этом баке. Пойду переключать баки. Пойду переключать баки. Блин, у нас последние 120 литров осталось. Все, никто... Тихо. Пошла, жара. Никто не продает. А там продавал только что, когда Саратово с обездором. У нас ехал, полтинник. Но Роснефть была на той стороне. Бля, я говорю, я пока развернусь. Пока вернусь. Потом опять пока развернусь. Но это, короче... С полтинника экономия не увидишь. В общем, я обедаю. Едем дальше. Прямо время не тянем. Все, друзья, я покушал. Не знаю сколько, но минут 30-40 точно отстоял, наверное. Не засекал, скажем так. Поел и поехал. В соляру качнул. И погнали дальше. Вот, надеюсь, что назад будем ехать год-годний день. Мальцы что-нибудь продадут. Вот что-нибудь хоть где-нибудь. Ну, а нет, как говорится, по госцене заправимся. Вот. Кто-то кричал, что 80 литров на Роснефть. Ну, это или проходы, или... Я говорю, я тут, я тут на Роснефть, тут, тут, тут. Ну, а никто ничего не отозвался, в общем. Как-то так. Надо, блин, пока светло, хоть сколько еще проехать. Потому что там, бог его знает, что там за дороги где. В России тут, как говорится, дороги с сюрпризами могут быть. Конкретными. Поэтому какие-то как будто горы. Вот там, видите. Или возвышенность, а над ними какой-то висит туман, смог. Или это тучи так. Или это мы так высоко поднялись. Там я ехал, где... От Домбова сюда, до Саратова. Там такие подъемы были, аж уже закладывало. Вот. О, поешь и жить хочется, честное слово. Все, прямо начинает отпускать. Попьем кофейку, если что, вечером. Как говорится, на сон грядущий. А может не попьем. Чая у меня нету. Надо купить. Предупреждаю. Впереди камера. И 60. А, спасибо. Заварки нету. Надо вкинуть каких пакетиков. Купить. Че-нибудь, чтобы было. Хайпа, как говорится, было. Ну, вон. Выехали, блядь. И ладненько. Давай, давай, давай. Пари. Пари, пари. Давай, давай, давай. Газу. Дрррр. Непрогретая корыта. Ой, блядь, боже. Роллтон съешь, потом пить. Сушняк мучает. Вроде и ваты больше добавляю сюда, чтобы не соленое такое было, не это самое. Но не помогает. Ну, ладно. Че жаловаться? Поели, да и слава богу. В общем, все, поехали пока. Пока еще чуть-чуть видно. Еще, наверное, минут 20 больше. Тоже смеркается как-то быстро. В общем, едут где-то в районе Балаково. Здесь Балаково слева. Там он, там он светится. Тут какие-то одни эти самые. Это тоже, наверное, металлургические. Я не знаю, там дым коромыслом стоит. Трубы. Все светится. Я не знаю, как на камеру это видно. Но отсюда, конечно, там масштаб грандиозный. Там был один, я все не мог понять, что это. А это металлургический комбинат был какой-то. А вот еще какая-то шляпа. Тоже вон дым стоит просто коромыслом. Что они там варят, хрен его знает. Но там хоть был этот самый, блин, указатель стоял, типа. Металлургический комбинат или что. А, что тут хреново. Ну, тоже что-то типа такого. Ну, блин, просто масштабы тут, конечно, впечатляющие. Офигеть вообще. Не знаю, что-то такое. Может, сейчас прочитаю где-нибудь. По ночи, правда, ни хрена не видно. Но светится добро, да? Вон, видите, там прям дома какие-то стоят. Ну, понятно, что это административные, но... Прям корпуса. Ладно. А что это за город хоть, боже мой? Как называется. Ни хрена не понятно. И что написано? Фосагро. БФАО Апатит. АОО. Фосагро. Балакова. Апатит. Завод Апатит. Ну, что-то там... Что-то там он Апатит, этот завод. Хрен его знает. Там еще что-то светится. О, ладненько. Так, осталось 40 до съезда. Всего 65 километров. Мне осталось прям до места там. Поселок Горный. Этот рабочий поселок Горный. Я не знаю, кто там. А, во, горы. Во, во, во. Вот это горы. Тоже, может, какие калины этот Апатит или что он тут добывает. Вон горы какие. Охренеть вообще. Просто охренеть. А вот елка едет нововольная. Ладно, поехали мы до своего... Блин, время еще по белорусскому, по московскому 16.50. Здесь 17.50. Такое ощущение... Я вот еду, у меня такое ощущение, что 12 часов ночи. По ощущениям. Вот тут что-то такое. Что-то... Кафе... Мотылек. Кафе Мотылек. Кафе Мотылек. Даже работает, походу. Кафе Мотылек. Кафе Мотылек. Кафе Мотылек. Ладно, мы Ралтоном подкрепились. Так что нам не надо. Доехал до места, где надо уходить направо. А то в поле меня свел. А, бля. Улица Советская называется, бля. Боже мой. Там колыхался, колыхался. По какому-то полю дороги нет Сейчас еду вот через частный сектор Сейчас мне вот здесь вот направо И типа вот по этой дороге поедем И куда-то должны приехать Боже, такие перди Такие перди, боже О, а тут что? Мост через реку, что-то там С греком связано Ой, блядь, я вообще не вижу Какие-то ямы в колено Кудой надо ехать Тудой, сюдой Что тут нарисовано вообще Тут дорога есть, нет Юб твою Ой, блядь Эта бочку там расколыхая А тут другой дороги сюда Я вообще, ну, навигатор не видел Не увидел, вообще ничего А сейчас мне куда ехать Здесь дорога куда едет Вы че, блядь, серьезно Тут, может, моста нету Может, его разобрали Я вообще-то не пойму нихера, блядь Там что-то ремонт Через мост, блядь Да 25 километров каких-то осталось Докуда Непонятно Ой, блядь, блядь Ой, блядь, ой, 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 ой Ой, 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 ой Ой, 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 ой Боже мое, блядь Тут бы еще увидеть хоть что-нибудь Я вообще не понимаю, это что такое Это какой-то тут нас сделали Тут водоем, тут водоем А это типа насыпь сделали Я так понимаю, это гравейка будет Ну, докуда-то, до туда-то Ну, уточки плавают, пожалуйста Блядь, я куда еду А, там мост разобрали Вот там слева Я так понимаю, там должна быть дорога Со мной машина едет, значит, что-то там есть Да Экстремальненько Охренеть, блядь Ого Вообще, куда тут ехать, кирпич? Блин, а где дорога? Понимаю, левее сюда, что ли Вот здесь должен быть мост Его разобрали И собирают новый, что ли Или строят мост Я трошки это самое В шоке Ага Ну, вот, пошла дорога Слава богу Охренеть вообще, блядь Быстро не поедешь Как бы сюрпризов не было Она еще тут, я не могу понять Это в говне или в снегу Или что это вообще такое А, вот она Соединяется, я так понимаю Хоп Ага Воссоединилась Все Да Ладно Будем колыхаться потихоньку 20 километров осталось Да ну его нахер Вообще непонятно, что и где Горный Я все колочусь тут Не знаю, сколько я уже Тут чуть-чуть поехал быстрее Потому что здесь хотя бы что-то стало похоже А там вообще Третья передача И тар-тар-тар-тар-тар Вот живут же люди Дороги нет Ничего нет, блядь Зато машины легковые Тут летят Но правда эти Проехала Три лады ларгуса Я думаю Автоваз и делает Вот это Для жителей таких регионов Чтоб не жалко было Тут иномарка Долго не выходят За день Два раза туда-обратно Съездят Так и все Там что-то светится Я не знаю Что там Ну Это город Или городок Или производство Опять какое-то Непонятно Что-то все Как-то светится Сильно Ну а нам Вон туда На тот свет Походу Через 600 метров Поверните Направо О, ага Там Сюда едет Человечек Сюда 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 И как это Морость Прошла Ну Морость Вообще Здорово Она Если за ночь Замерз Завтра Тент Хрен с дверь Через 300 метров Поверните Направо Блядь В три навигатора Еду Чтоб не ошибиться Ой-ой-ой Как же тут Все сложно Поверните Направо Ага Спасибо Поверните Направо Да Спасибо Если б тут Еще было Ой Блядь Куда Нибудь Да Вроде Как Я Там Мне Скидывали Не то Чтобы Геолокацию А просто Точку Там На карте Такое Прислали Я ее Там Так Посмотрел Растянул Глянул Тудем Судем Ну Надеюсь Это Это Она Я Сейчас Еду К ней Ой Вот Так Выгрузка Вот Так Выгрузка Бывало У меня Такое Уже Куда Я В В Лагутскую Область Ездил Там Тоже Хрен Пойми Такие Перди Заезжал Что Мама Не горюй И куда Ты еще Помню Ездила Куда Куда В Брянскую Область Там Тоже Там Колотился Лесами Тополи Блядь Какие У него Фары Включены Свет Козел Тебя Нюхал Блядь На дальнем Едет Паскуда Блядь Через 600 метров Вот так и калачить Короче Ладно Надеюсь Что уже Скоро Приедем 5 километров Осталось Я на базе Плячу Доехал Честно Вышел Охрана Мужичок Горюк Тебели Адрес Спросил Говорит Да Ко мне Короче Вот на этом Какой-то тут База Я не знаю Что здесь Такое Сказал Экран Есть И погрузчик Есть Завтра И манипулятор Есть Вроде Как Просто Меня Это Умоталось Сегодня Дорога Капец Вот этот Кусочек Последний Это был Жесткий Ну В общем Как-то Вот так Все В ожидании Разбуски Кстати На час Вперед По нашему Еще Пол Шестого По местному Времени Больше А вот Откуда Нарисовался Не мелкая Для жизни По нашему Пол Седьмого По их Нему Пол Восьмого Все Друзья Давайте Увидимся В следующей серии Ну Что Ты Кишин Чтоб Сидать Такое Ладно Сейчас Буду Собой Курас Только Не Обосцы Колеса Псю Мам